здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня очень такая печальная тема меня попросили сделать расклад на наталью черняховскую причину все-таки смерти версия такая что женщина выпала из окна и мне задали вопрос был ли это суицид как-то она мне попадалась на youtube канале она была она освещала проблемы связанные с жкх разные проблемы она освещала в общем таким была борцом правозащитником очень много помогала людям теперь смотрите делать на умерших расклады кто бы это не был это не моя собственная инициатива меня просят люди так как я это делать умею так как я вижу так как я чувствую почему человек ушел как он ушел это моя работа я этим и занимаюсь но в основном я выкладываю свои видео по просьбам людей которым не просто интересно любопытно почему человек вот так вот так умер внезапно ушел а действительно не стоит ли за этом какая-то темная другая сила работаю на таро ворон смерти если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео будет номер телефона пишите на вайбер на ватсап звонить не нельзя первое сигнификатор сигнификатор вот незадолго до смерти и и вот такое состояние до сигнификатор дальше психоэмоциональное состояние две карты будет две карты и и окружение люди какие люди и окружали было ли это как-то связано с криминалом то что молодая женщина выпала из окна или же все таки это был суицид и так сигнификатор измененное сознание старший аркан луна тревожное состояние вообще я так подозреваю что она последнее время очень плохо спала психика прям просто подвижно когда у человека бурлят эмоции возможно сны были какие-то тревожные даже толком и не спала возможно даже может быть принимала может быть какие-то успокаивающие препараты и не только кстати эта карта может показывать успокаивающие препараты это может быть измененное состояние когда человек может выпивать алкоголь или же или же что то еще говорю так как вижу понимаете так что так что вот дальше психоэмоциональное состояние незадолго до смерти она очень нуждалась помощи кстати но кто-то возле нее был возможно некоторые люди которые пытались оказать помочь а вообще она была расстроена она была подавлена и расстроена она должна была собрать всю свою силу воли в кулак но так как здесь выпадает туз мечей такое чувство как будто знаете над ней навис вот этот вот меч как раз таки над ней навис такое чувство как будто с ней хотели расправиться и было на нее оказано психоэмоциональное давление которое так или иначе на ней отражалось она должна была проявлять мужество а у нее не было сил понимаете она должна была ясно мыслить а у нее было психоэмоциональное подавленное состояние понимаете то здесь расшатанная психика абсолютно она понимала что нужно идти вперед двигаться но ей нужна была помощь и кстати ей нужна была помощь материальная по шестерке пентакли всегда человеку нужна помощь то есть не просто погладить там по голове посидеть поговорить а именно оказать помощь так люди которые ее окружали ну пары царем мечей я могу сказать но не все люди были доброжелателями которые ее окружали по тузу кубков да ее поддерживали ее поддерживали старались старались как то ее успокоить подбодрить но еще раз говорю по рыцарю мечей некоторые люди наоборот как будто разжигали какую-то какую-то конфликтную ситуацию которая происходила вокруг разные люди были могу сказать вот разные давайте задам вопрос эти люди как-то могли повлиять на то что произошло эти люди как-то могли повлиять на то что произошло вы знаете я так могу сказать да были определенные люди которые усугубили ее психоэмоциональное состояние по всей видимости наталья многих людей считала за свои ну как сказать она их воспринимала как друзей как людей которые ее поддерживают нет на самом деле она ошибалась на самом деле она ошибалась в этих людях не все не все ее окружение было порядочные люди могу сказать что три человека в ее окружении которые наоборот как-то усугубляли ее психоэмоциональное состояние так было ли это убийство паш булав и тройка булав рыцарь булав вы знаете я так могу сказать какие-то шли очень активные действия в сторону наталья активные действия с чем это было вообще связано я вижу что она могла кстати как-то пострадать когда-то от каких-то недоброжелателей физически причем как-то пострадать возможно но за ней постоянно кто-то как наблюдал они собирали информацию еще раз кто-то конкретно мог приложить руку чтобы наталью убить нет старший аркан умеренность были ли люди которые довели ее до этого состояния конкретные люди король джезлов королева мечей я так могу сказать здесь по всей видимости какие-то ситуации были и отшельник здесь по всей видимости какие-то ситуации по отшельнику видите мужчина держит ворона в клетке я думаю что здесь по всей видимости какие-то должны были быть разбирательства и по всей видимости по отшельнику ей могло грозить какой-то ну это не административка это уже мог быть какой-то реальный ну срок что ли я не знаю но так как она была активисткой не исключен тот факт что возможно я могу так сказать да в связи с тем что она вот вела такую бурную общественную деятельность конечно против нее восстали определенные люди которые ее могли реально посадить в тюрьму это опять таки и влияло на ее психоэмоциональное состояние был ли это суицид смотрите как интересно получается информация закрыта верховная жрица информация скрывается карта повешенной это был суицид это был добровольный уход для того чтобы сюда вернуться вновь на землю я имею ввиду основная причина ее добровольного ухода основная причина ее добровольного ухода Основная причина её добровольного ухода. Король кубков. Восьмёрка пентаклей. Четвёрка кубков. Вы знаете, всё равно она находилась в очень сильном эмоциональном подавленном состоянии. Возможно, даже были какие-то конкретные люди, которые так или иначе на неё надавили. Как говорят, взялся за гуш, не говори, что не идёшь. По всей видимости, она слишком очень много на себя взвалила. А потом, уже знаете, как сказать, бросать что-то на полпути она не могла. Вот такое у неё было состояние. Поверховные жрицы... Вы знаете, такое вот всё равно ощущение, что как будто какое-то всё равно на неё шло влияние. Знаете, вот как будто как у неё разум помутнился, что ли. Понимаете, вот в тот момент. Как будто какое-то шло как вливание. Кстати, могу сказать, если вы обратили внимание, то за этот период лунного солнечного затмения очень много было самоубийств. Если вы обратили на это внимание. Понимаете, по Верховной жрице это ситуация, когда ничего не понятно. Понимаете? Если так и разобраться, это вот какое-то действие связанное с воздействием, могу так сказать, на человека. Она куда-то, конечно же, вот со своей активной деятельностью, по всей видимости, женщина была грамотная достаточно. Ну, вы знаете, я так могу сказать. Я не вижу, чтобы вот прям вот кто-то бы взял там и её лишил жизни. Нет. Я всё-таки склонна... И доведение было... Почему доведение было? Ситуация сама. То, что ей приходилось в последнее время очень много страдать. На её долю очень много выпало. Я ещё по тем картам поняла, поняла, что на неё не просто были хейтерские нападки. Там могло быть даже какое-то физическое на неё нападение. Но она была одна. Понимаете? А опять-таки, когда упадает король кубков, это не только мужчина-король, который так или иначе мог с ней вот потихонечку вино подпевать. Это вот человек, который вот, можно так сказать, который мог тащить её конкретно на дно. Кто-то. Вот кто-то мог её конкретно тащить на дно. Дальше. Но ей очень много приходилось работать, писать, писать, работать, что-то доказывать. Это было уже выгорание. И, конечно же, однозначно, опять-таки, четвёрка кубков. Ну, я так... Я не говорю, что она была алкоголичка, но так или иначе, психоэмоциональное состояние у неё было расшатано. Понимаете? Расшатано. Но её однозначно кто-то довёл. Понимаете вот то, что я вижу? Потом. Я посмотрела её дату рождения, если она написана правильно. Если она написана правильно, она родилась 6-го, 06-го. Ой, простите. 8-го, 06-го. В 1978 году. Посмотрев её код жизненного пути, могу однозначно сказать, конечно, она была борец. Ей нужно было всё поддавать анализу, проходить вот этот вот жёсткий путь через самодисциплину, чего, кстати, она уже добивалась в последнее время, но ей было тяжело опять-таки. И она создавала вот эти вот кризисные ситуации. Первое хочу, что опять сказать, когда чистая восьмёрка, чистым восьмёркам вообще от слова совсем не стоит злоупотреблять никакими напитками алкогольными. нужно быть очень бдительным, потому что в этом случае поможет только медитация, только спорт, только самодисциплина. Но, к сожалению, понимаете, это сейчас уже люди учатся по-другому расслабляться и находить какие-то пути, чтобы обновить в себе энергию. Люди того поколения, ну, как правило, расслабляются. Это алкоголь, это может быть друзья, это могут быть там какие-то вечеринки, это может быть та же баня, ну, и соответствующая... Опять-таки компания. Вот. Девушка была очень красивая, она умная достаточно. Конечно, огромное соболезнование родным и близким. Но я то, что увидела, то увидела. Всё. И, ребят, если будут на меня нападки хейтеров, типа, в каком-то ключе будут мне писать комментарии, я отключу под данным видео комментарии все. Чтобы... Понимаете? Потому что всё равно мои помощники будут блокировать людей. Вот. Ну, не знаю, как-то... Моим помощникам не нравится, когда пишут говно посты. Я желаю вам всем мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!